Ну что, всем добрейшего утра, мои дорогие. Если вы думаете, что что-то я перепутала и намонтировала неправильно, то нет. У нас конец октября, ребята, вот такой сюрприз. Когда утром я услышала от мужа, ой, снежно, ну, я продолжала, знаете, себе спать. Вчера об этом все только и говорили, что передавали вот такую вот снежную бурю. Ну, знаете, в штате Колорадо здесь так погода сильно меняется, что никого не удивляет даже снег иногда в разгаре лета. Были у нас такие природные катаклизмы, немножечко присыпало снежком. Ну, естественно, это все быстро тает, и потом через день-два вот снова все в порядке. Вот, но выйдя на балкон, у меня, знаете, вот такая немая сцена получилась. Реальное ощущение зимы. Смотрите, сколько снега. И, по словам мужа, завтра будет супер-холодно. Вау! Ну, вот такого поворота событий я точно не ожидала. Потому что сейчас конец октября, ребят, и это реальная зима. У меня сегодня выходной, я никуда не спешу, поэтому есть время попить кофе с вкусняшками, а потом уже через время нормально позавтракать. В общем, буду я, как всегда, готовить свой любимый лаватца. Вот сколько не пробую, ребят, пока вот это мой любимый кофе. Как ни крути. И вместо обычного кримера, который у меня на данный момент практически каждое утро, это вот этот, колочен кример. Я уже его показывала. Ну, решила, да, согрешить. Жирного виппинг-крима не оказалось. Как я люблю супер-строн кофе и виппинг-крим. Поэтому вот такое молоко у нас есть. И у него, видите, крем-он-топ, то, что называется в Америке. Сегодня будет кофе у меня с вот таким молоком. Хотя, вы знаете, на секундочку я была удивлена. Вот эта маленькая бутылочка, 946 мл, 3 бакса стоит. Представляете? Но это достаточно дорого для молока. Вот, попробую. Говорят, очень вкусная. Но, вы знаете, я пробовала этого бренда сливки, Half & Half, мне вообще не понравилось. Такое было чувство, как просто, ну, не знаю, молоко. Да, но хочу еще показать. Вот такие штучки я нашла давно в магазине Natural Grocers. Это brownies. Они, видите, идут dairy-free toasted coconut brownies. В общем, кто знает, что такое брауни в Америке, это оно. Но здесь еще такой deep coconut flavor. Очень такой rich, да, богатый вкус коконата, кокоса. Очень вкусно. Рекомендую. Вообще, вот эта серия, они выпускают также маффины для здорового питания. Ну, максимально здорового, когда вам хочется, treats. И там у них есть такие наборы. Скарот и raisins по 4 маффина внутри. И вот там всякая полезная вкуснятина внутри маффина. Различного рода сицы. И они такие не очень сладкие, но более вот healthy. Так что, кто не знает вот такую штуку в Natural Grocers, попробуйте. Очень-очень вкусно. Ну, вот эти, конечно, мои любимые. Так, друзья, все сидят по домам. Воскресенье. Ну, это, конечно, вот ощущение полной зимы. Вот я первая, кто выходит из нашего конда. Смотрите. Идеально гладкая поверхность. И сейчас покажу, сколько снега. Но больше, чем по щиколотку. Вот такая высота снега. Я даже не знаю, сможем ли мы с мужем выехать на машине. Вот это работенка для тех, кто обслуживает наши конда. Чувствую, завтра начнутся очистительные работы по снежным заносам. Так вот, когда мой муж сказал мне, что snowstorm coming, ну, и, в принципе, мои коллеги говорили то же самое. Я, знаете, чего ожидала? Ну, уже все-таки живем здесь какой-то третий год. Ну, думаю, ну, выпадет снежок, ну, похолодает, знаете. Ну, это все очень так быстро проходит. Вот, и через пару-тройку дней снова вот тот же сезон. Будет та же осень. Но вот такого я реально не ожидала. Это, конечно, зимняя какая-то сказка нереальная просто. Снег сыпет и сыпет, и уже почти 3 часа дня, вот как начало, наверное, с ночи это все сыпать. Продолжается снегопад. Вон машины, как снеговики. Мы зажгли фаерплейс и сидим дома, выглядываем в окно. Пьем горячий шоколад. Вот, вау. Да, так вот, мой муж сказал, что, в принципе, для штата Колорадо, особенно тех эйри, которые прилегают к горной местности, как наши, да, Стимбад Спрингс, это нормально. Наоборот, если не было в октябре сноу-сторма, это значит, что что-то не так с зимой будет. Поэтому классно, что вот все-таки сноу-сторм, снежный шторм, он пришел. Вот как-то так, да. И у нас же вы в курсе, пожары не прекращаются то один, то другой. Вот, и вот это в данном случае во благо. Надеюсь, что пришедшая снежная буря поможет погасить все вот эти полыхающие леса и территории. Так, ну а мы попробуем проехаться в супермаркет. Привет всем поближе, мои дорогие. Это вообще Атас. Не то, чтобы нам прямо, ну очень необходимо было в магазин, но вот вы знаете, люблю я снег, видно, соскучилась за годы проживания и бесснежья в Украине за этим чудом. И несмотря на то, что да, холодно, кто-то пытается наоборот избежать вот этой холодины. Я не скажу, что я полюбила холод, но снег я по-прежнему обожаю. И вот вы знаете, сидя дома, у меня и наблюдая за тем, как снежинки парят в воздухе, у меня в душе наступает какое-то такое умиротворение и покой. Вот я вам этого передать не могу. Не знаю, как быстро у меня это закончится и сколько мне лет понадобится прожить в Колорадо, чтобы наоборот, не знаю, возненавидеть все это, но пока я реально наслаждаюсь. Так вот, собственно, и поэтому мы с мужем едем в супермаркет не для того, чтобы что-то купить, а мне хочется побыть аутсайд, где-то покружить. Можно, конечно, пройтись, но интересно посмотреть, как выглядит город при таком огромном количестве снега. Стоюсь до мужа, думаю, ну где же он застрял? И тот до меня доходит, ребят, чем он занимается. Ну, наверное, откапывает нашу машину а-ля снеговик. Потому что, видите, какие кучугуры на крышах машин. Ну и, в общем-то, да, я права, вон, пожалуйста. A lot of fun. Все, начинается та пора года, когда каждое утро моего мужа будет начинаться с вот такой физкультуры. Да? Так, вот так вот мне делали маммограмму. Переодели вот такой халатик. Так вот, все, я закончила. Сейчас выйду переоденусь и расскажу вам, как все это было. Так, ну, начнем с позитива. Очки я свои забыла. Вот, хотя сто раз говорю, в Колорадо нужно с собой носить очки в любое время года. Потому что солнце такое, что глаза очень трудно держать широко открытыми. В общем, у нас супер зима. Вот такой колотун. Ёлочки в снегу. В общем, что я хочу вам сказать, ребят, я иду сейчас. После маммограммы меня просто колотит. Вот честно. Вы знаете, вот в очередной раз думаю, какая у женщины тяжелая доля. Я сейчас не буду обсуждать взросление. Эти все периодс. Потом там беременность, гормоны. Я не знаю, там фигура портится. То ты толстеешь, что ты борешься с этим лишним весом. Потом вот это менопауза, это ход. Я не знаю, колот. В общем, я не знаю, быть женщиной, это вообще, ну, не знаю, героизм. Вот честно вам скажу. Вот. Так еще и проверяться нужно регулярно, да? Так вот, я сделала маммограмму, решилась, потому что моя последняя маммограмма, наверное, была лет 10 назад, если не больше. Ну и как вы понимаете, все-таки рекомендации Минздрава, они не просто так сделаны. Нужно проверяться где-то. Ну вот в Америке мне сказали, каждый год они рекомендуют делать это женщинам после 40. Раньше было раз в два года. Вот. Ребята, извините, вообще не знаю, какое освещение, я ничего не вижу. Такое яркое солнце. Ну, в общем, думаю, ладно, последний раз я была на маммограмме 10 лет назад. Ну, извините, уже за 40, наверное, все-таки нужно провериться. Но это было ТАСС. Вот я сейчас иду, фу, и меня до сих пор колотит. Ну, а перхоборудование уже давно поменялось по сравнению с тем, как это было у меня в прошлый раз. Боже, как они там мою бедную грудь сжимали этими аппаратами. Я там один раз сверещала так, что в дверь кабинета постучали и спросили, все ли у вас нормально. Это, блин, больно, капец просто. Ой. Я у нее спрашиваю, как вы делаете, извините, маммограмму? Я не думала, что это нужно вот так вот все сжимать под разными углами. Как вы делаете маммограмму женщинам, у которых там нулевой размер груди? Вот мне вот интересно. В общем, не знаю, как они с этим справляются. Но я сейчас реально под впечатлением, в кавычках. Это было больно. Это был трындец. Я вспотела, наверное, раз в десять. В общем, для меня это был какой-то шок и торч. Вот, не знаю. Дай бог все это пройти, чтобы все было нормально. И, ну, вряд ли я побегу на следующий год делать маммограмму. Как-то это фух. Сегодня из серии, как у стихотворения Пушкина, мороз и солнце, день чудесный. Так вот, вы видите, реально мороз, ребят, с утра минус 20 градусов Цельсия. Но зато ветра нет, солнце, что не может меня не радовать. Видите, какая красота вокруг снег. Вам не показалось. Вот. И благодаря тому, что ветра нет, вот на солнце идешь, и так вот, ну, просто отлично. Главное, ну, в теплой куртке выходить. Я не скажу, что мне холодно, потому, что я оделась по погоде. Так, сейчас я забегу быстренько в UPS Store. У меня с собой возвраты. В общем, Викторию Сикрет я сделаю возврат завтра, потому что ее нужно делать через USPS, которая находится через дорогу от моей работы. Вот. Ну, а это организация здесь. В общем, буду возвращать кроссовочки, которые мне не подошли по размеру. Вот. Это бесплатно. И вот, вы знаете, после того шопинга я когда-то показывала, когда-то на каком-то китайском сайте я заказала, по-моему, на 130 баксов всякого барахла. И из этого барахла оно было все настолько ужасное. Там размеры не подошли. Дешевая ткань, фурнитура. Ну, в общем, выброшенные деньги. Так вот, после того шопинга мне подошел только шарфик и сережечки за 3 доллара. И все. Ну, в общем, деньги были выброшены на ветер. Так вот, я себе пообещала, что больше я с компаниями, которые не принимают возвраты или это суммач компликейтед, это еще должен за это платить. я не работаю. Поэтому вот я выбираю сейчас так, что за освещение, ничего не вижу. Я выбираю сейчас только те компании, где возвраты без проблем, а желательно еще и бесплатные. Ну, вот компания Adidas одна из них. Вот. Victoria's Secret также, насколько я понимаю, должен быть бесплатный возврат, что меня радует, конечно же. вот. Ну, а с китайскими сайтами, честно, я постараюсь не работать вообще. Ну, а если уж буду заказывать, то тогда это должна быть моя моральная готовность, что, возможно, мне не понравится и просто так деньги выброшены на ветер. Вряд ли я еще буду заказывать вещи, потому что я уже поняла какое это качество, которое далеко от того, что они показывают на картинке. Ну, может быть, вот сумки. Я смотрю, у них выглядят хорошо. Может быть, я решусь на какие-то аксессуары, но не более того. Фух, вы знаете, сейчас я выспалась, попила чайку, мне стало немножечко лучше. Вот. И сегодня, к моему удивлению, я так как-то странно для себя провела этот день, но фактически ничего не делая. вот я пришла после этих тортур, потрясения домой, и со мной произошли какие-то странные вещи, вот я поняла, у меня абсолютно нет энергии. Я опять вспоминаю эту процедуру, ну, реально чувствую какой-то стресс нервный. В общем, я упала на кровать, мне было холодно, я просто лежала, укутавшись пледом, читая книжечку, потом я заснула, вот сейчас только проснулась, мне не хочется особо не есть, ничего, в общем, что-то странное. И вот хочу спросить, девчонки, кто в Америке делал мамограмму? Вот напишите мне в комментах, вот у вас было то же самое, потому что мне пришла в голову следующая мысль, ну, может быть, данный конкретный сотрудник, ну, мягко говоря, перебарщивает, вот таким вот образом мучая женщин. Ну, не должно быть так, понимаете, вот трезво анализируя ситуацию, я понимаю, что, ну, between squeezing and smashing it's a huge difference, понимаете, между тем, чтобы сжимать, вот реально чуть ли не раздавливать, но это огромная разница. Вот те ощущения, которые я пережила, ну, честно, ну, это было too much, я не могу поверить, что, ну, это действительно норма, поэтому буду очень благодарна, если вы мне отпишетесь, кто делал мамограмму, ну, действительно ли вы тоже прошли через вот такое, когда, простите, ваш бюст, ну, как-то давили так, что, ну, просто очень невозможно было терпеть, потому, в общем, мне пришла мысль, упс, сори, учитывая то, сколько вот часов после процедуры, я все не могу прийти в себя, скорее всего, я обязательно подниму этот вопрос в больнице, когда мне позвонят оттуда с результатами, я хочу уточнить, это действительно так и должно выглядеть, потому что, если это так не должно быть, я считаю, человека, который неправильно делает эту процедуру, нужно остановить, вот честно, это мое личное мнение, я считаю, что мучить людей это абсолютно неправильно, тем более, когда ты работаешь в медицине, есть весьма какие-то закономерные процедуры, да, которые очень неприятны, их надо перетерпеть, и это одно, но, не знаю, вот вся логика, вот весь мой внутренний мир, опыт, который все-таки есть, вот все во мне вопит о том, что то, что произошло со мной, но что-то не так, ну, вот что это было неправильно, вот таким образом весь сегодняшний день я провела возле каминчика, отдыхая, расслабляясь, почитывая книжечку, и ничуть об этом не жалею, хотя обычно я очень люблю гулять и проводить время аутсайд, потому что на улице просто божественно, ну, на этом всем пока-пока, до следующих видеорепортажей.